итак ребят всем доброго дня сегодня хочу рассказать о датчике освещенности или датчики света в автомобиле часто мне задают такой вопрос вопрос связан можно ли его там установить в автомобиль что это такое как работает и так далее и тому подобное ну давайте сначала начнем что это такое где располагается обычно датчик освещенности это небольшое фотореле которое включает и выключает автоматически свет автомобиля с определенными связаны с определенными временами суток то есть ночью он выключает фары ночью вы то есть наоборот утром выключает фары ночью включает фар располагается обычно она на лобовом стекле может располагаться вот здесь вот за скажем так за зеркалом либо на передней панели у меня вот видите на передней панели вот он этот датчик освещенности сейчас достаточно светло еще в машине и поэтому он выключен но стоит немножко потемнеть и датчик включит фары то есть не датчик выключена датчик дает приказание фарам чтобы фары не включались сразу немножко ребят пробегу по передней панель пробегусь по передней панельки хочу вам показать где настраивается этот датчик освещенности вот у меня например есть небольшие настройки сейчас секунду ребят покажу так настройки настройки вот настройки автомобиля рассеянное наружное освещение заходим вот наружное освещение при открытии есть освещение при выходе здесь вот тоже это все дело настраивается то есть можете выйти из автомобиля фары и внутри освещение салона будет гореть еще определенное количество времени это все регулируется этим датчиком так ну давайте назад это все вернемся скажу также что в некоторых автомобилях настройки более глубокие например датчик освещенности может зажигать не только передний свет но он может зажигать и противотуманные фары и так давайте сейчас посмотрим как он работает вот на данный период времени автомобиль у меня стоит свет как видите выключен да вот здесь есть специальная ручка которая установлена на авто вот видно там сверху пипочку вот она установлена на авто положение то есть это говорит о том что включен датчик освещенности выходим и смотрим у нас не работает фары не светят а улице относительно светло покажу еще датчик освещенности теперь давайте закроем тряпочкой специально приготовил тряпочку закрываем этой тряпочкой и наблюдаем об эти фары включились не успел я немножечко зафиксировать это дело фары включились здесь также загорелась синяя такая как бы кнопочка показывает вот что все работает ну и выходим вот видите работает ближний свет это фара таким образом таким образом становится понятно что если светло фары не работают если темно фары начинают работать вот эта тряпочка имитирует у нас скажем так темноту что хочется еще сказать ребят заключение многие задают вопрос давайте я тряпочку сейчас уберу так вот вернем давайте посмотрим хоп все отключилось давайте экспериментик вот сейчас понаблюдаем за панелькой давайте вот так вот сейчас ничего не работает видно что здесь нету значка фары закрываем об заработали фары сразу видите даже подсветка такая очка по мерку и маленько убираем об отключились вот работа датчика освещенности продолжаем в общем многие задают вопрос что как бы можно самому поставить либо нельзя дорого это недорого и так далее ребят в общем поставить самому можно причем достаточно легко в общем то скажем так вот видите у меня есть такой вот гнездышко есть он того на бедных комплектациях здесь будет стоять просто заглушка вот так же вот это вот вот на этой подложке вот на этой подложке под кнопку здесь вот может быть может наоборот не быть кнопочки авто вот вам нужно купить вот этот вот новый блок вот лично у моей у моего автомобиля вот этот новый блок либо саму вот эту вот подложку также купить соответственно сам датчик освещенности он там он стоит и все практически у всех автомобилей уже и был и блоки с предохранителями рассчитаны под эти блоки освещенности и вам нужно просто вытащить заглушки ставить сам этот датчик вставить кнопку и просто подсоединить провода и все у вас будет работать однако на некоторых наших вазах ну это может не работать то есть там на вазах не предусмотрены эти датчики света поэтому вам нужно будет куда-то крепить сам этот датчик но можно закрепить еще раз повторюсь вот под зеркало вот сюда вот куда-нибудь крепит вот либо на переднюю панель вывести многие еще выводят вот сюда вот куда то так то ставят и все тоже нормально и установить специальную кнопку которая будет переводить в авторежим по сути этот датчик это не что иное как просто размыкатель то есть это своего рода выключатель который реагирует на солнечный свет вы просто размыкаете электрическую цепь которая идет до фар также вы просто ну скажем так внедряйте в эту в средину этой цепи вот это вот фотореле ну это конечно очень сильно утрированно очень сильно утрированно вот обычно многие переделывают уже подачу самого блока с предохранителями то есть ведут как бы напрямую свет от этих от этого блока в размыкание ставят вот это вот датчик света таким образом получается что у вас фары как бы постоянно горят если вы нажимаете кнопку но датчик света вот этот вот размыкает фары то есть он видит освещение и включает либо выключают фар также вы можете обязательно нужно ставить на наших вазах тумблер просто чтобы выключить этот контур и пользоваться обычными ну как бы настройками обычный фар если честно это действительно не сложно можете полазить на форумах на своих для своей именно марки вот там уже это все 110 раз описано я больше чем уверен вот но установить его ребят реально не сложно у меня ребята на стояли на десятку на ну вас 2110 ну справились где-то не знаю там за пару часов но это то с перекурами там не знаю там отвлечение на пиво там и так далее в общем вот вот такая вот нужная штука особенно прикольно когда допустим едешь едешь везде светло заезжаешь какой темный туннель где нет освещения сам можешь не догадаться включить свет датчик освещения всегда возьмет и автоматически зажгет фары то есть но функция такая достаточно прикольная и это все ребят что я вам хотел рассказать извините что может быть немного затянуто на этом наверное все буду заканчивать смотрите наш канал обязательно подписывайтесь вот тут внизу переходите на ваш сайт читайте наш сайт будет еще много всего интересного все ребят всем пока и Продолжение следует...